Приветствую вас! И вы знаете, если вы на комплименты мужчин будете реагировать жестко, или грубить, отталкивать, а также приближать, то все это будет проявлением определенных эмоций, что важно ваших эмоций, а любая эмоция – это результат. И мужчины, которые игнорируют то, что вы замужем, то, что вы любите своего мужа, то, что вы хотите быть с ним, и так далее. Мужчины, которые игнорируют это все, стремятся только к одному – вызвать у вас хоть какую-то реакцию на свое поведение. Хоть какую-то, понимаете? То есть для них не важно, какая это реакция. Положительная, отрицательная. Для них важна именно сама реакция, сама суть реакции. Вот это то, что вам нужно понять. И тогда получается, что единственным правильным поведением, дабы не показать мужчине, что он вас как-то, чем-то цепляет, дабы не показать это, единственной реакцией правильной будет поведение абсолютно полного безразличия. То есть, хочет присылать маму музыку? Пожалуйста. Хочет обсуждать с вами какие-то там моменты, связанные с работой? Пожалуйста. Но вы отвечаете ему лишь тогда и только тогда, когда вы посылаете. А можете вообще не отвечать? Это ваше право. То есть, давайте поясним, что я хочу сказать. Дайте мужчине понять, вообще понять ему, что вы не собираетесь как-то уделять ему внимание. Вообще, какое бы то ни было внимание ему уделять, что вам все равно, есть он, нету его. Вам все равно, есть этот человек, пишет он вам или нет. И вы не против того, чтобы он скидывал вам музыку. Возможно, вы что-то для себя даже ослушаете, возможно, возможно, и нет. То есть, все зависит исключительно от вашего желания. Если вы не будете как-либо реагировать на его слова, на его поведение, на его проявление внимания, там и так далее. Если вы вообще никак реагировать не будете, то это как раз таки и будет самой лучшей реакцией. Вам просто все равно. Но хочется человеку, пускай, нравится ему это, пускай. Это не его выбор, это его поведение, и вы не можете его поменять. Но вы правы реагировать на это так, например, вообще не читать его сообщения. Присылает что-то, но и пусть присылает, вам это не интересно. И все. И рано или поздно мужчина перестанет это делать. Потому что вы будете проявлять свое к нему безразличие. Вы будете показывать ему, что вам вообще-то, говоря, все равно. И рано или поздно не получая ничего взамен, а, как известно, любая активность, она направлена на получение обратной связи. Так вот, если никакой активности вообще не будет, то мужчина рано или поздно перестанет вам что-либо писать. А какой смысл, если вы все равно не отвечаете? Зачем это делать тогда? Ладно бы, если вы отвечали, тогда у него был бы хоть какой-то стимул. Если бы как-то реагировали. Ну, например, если бы вы отказывались, и отказывали ему там в общении, да, в взаимодействии и прочее. Он бы думал, ага, сопротивляется. Сопротивляется, значит, есть шанс. Ну, отвечает. Раз отвечает, но сопротивляется, значит, он съесть. Если бы вы его приблиняли, значит, он бы на что-то там надеялся бы, да, понятно. А так? Вам все равно, ему зина думает. Я для нее ничего не значу. Так зачем мне что-то делать, если я для нее ничего не значу вообще? И рано или поздно его внимание все сойдет на нет. Именно так вам нужно реагировать на поведение таких мужчин. Именно так, и никак иначе. По-другому, любое, любое ваше поведение в другом формате будет просто-напросто проигрышное. Потому что и мужчина прицепится, ваш муж, я имею в виду, прицепится, может прицепиться к вам, сказать, а что это ты там общаешься, что это ты там говоришь. И ему не важно будет, что вы, например, отказываете молодому человеку в своем внимании. Ему будет на это вообще говоря все равно. Потому что ему, ваш муж, увидит факт, этот факт говорит о том, что вы как-то взаимодействуете с мужчиной, не по рабочим моментам. И все. Ему больше ничего не нужно будет. И будет скандал. А если вы, простите, вообще никак не будете реагировать на его сообщение, на сообщение вашего мужчины, вот другого, который к вам проявляет интерес, то ему же предупреждаться не к чему будет. Ну, увидит он, допустим, у вас саджик говорит, о, от кого это тебе отношение? А вы сказали, да, там какой-то озабоченный мне что-то пищет, я уже давно перестал смотреть, что он мне там отвечает. И все. И это правильное поведение. Надеюсь, я понятно донес до вас свою мысль. Надеюсь, вам понравился мой ответ. Если да, то сделайте его лучшим, пожалуйста. Благодарю. Если какие-то вопросы у вас остались, обращайтесь в личку. Помогу вам. Если вы захотите поработать более, ну, более обробно с вашими проблемами, то выберите любого эксперта на нашем ресурсе, он вам поможет. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.